всем привет в эфире youtube канал стартап виза испания меня зовут борис шейкман и мы помогаем проектам переезжать в испанию по стартап визе сегодня у нас две важных новости которые касаются напрямую всех тех кто планирует переехать в испанию по стартап визе поэтому я передаю слово нашему эксперту Артему Артемовичу и он поделится с вами всем привет на этой неделе у нас произошли очередные изменения в Енисе в подаче документов сейчас есть инструкция нам прислали инструкцию из УГИ совместная инструкция была создана с Енисой из УГИ сейчас просят загрузить бизнес-план сначала у всех стартаперов затем загружать документы в УГИ и Ениса у них уже есть общая база они будут видеть те проекты которые загружены информация для всех фаундеров которые уже в системе у них в Енисе и те люди которые подаются в УГИ вот эта база единая наконец-то она появилась сейчас она есть она запущена она работает как это упростит работу УГИ и Енисе это не нужно будет скрин экрана присылать как раньше до этого год через года прислали ребята сейчас сейчас просто подаете заявку и туда и туда и автоматически УГИ это все видит и Ениса дальше сейчас есть возможность подать подать документы пока пришел еще новый директор мы рекомендуем заботиться о подаче документов в ближайшее время потому что неизвестно что будет через два три четыре месяца возможно ухудшится возможно улучшится условия но мы знаем что где-то новый пришел он меняется структуру меняет меняет систему подачи меняет полностью всю систему которая работала несколько лет до этого потом поменяли сделали немножко по-другому передали Енисе вот сейчас Ениса трансформируется будет по-другому мой прогноз будет возможно ухудшаться условия будут более жесткие требования будут относиться к стартапам более требовательно к деньгам к суммам к налогам к именно вашему опыту к MVP будет качественно отсматривать бизнес-планы я думаю что прям такая фильтрация начнется хорошая вот и вот собственно мы переходим ко второй новости к сожалению она негативная но лучше о ней заранее узнать Дмитрий да Борис новость пришла тревожная в сообществе стартап из Испании мы видим что появилась информация как минимум о двух отказах причем проекты я их видел изучал достаточно это те проекты которые должны были получить подтверждение видим что новый руководитель Енисы Борха Кобессон уже начал внедрять изменения про которые мы говорили в наших прошлых выпусках и эти изменения думаю значительно повлияют на количество подтвержденных проектов что это значит это значит что возрастает роль тех проектов которые уже одобрены них есть места и это вот редкая возможность добавится в уже одобренный проект который есть в нашем сообществе стартап из Испании и если вы сейчас думаете добавляться в проект допускать свой проект то обязательно рассмотрите возможность добавится в уже одобренный проект потому что сейчас это самая самая явная очевидная возможность как можно быстрее с наименьшими нервами получить одобрение по стартап из Испании иметь те же права да что и уже фаундеры этого проекта то есть у вас также будет ВНЖ на три года я надеюсь что следующие новости будут более позитивными что все-таки не так сильно закрутят гайки да но как говорится верь лучшее готовься к лучшему спасибо дмитрий я в свою очередь хочу обратиться к фаундерам проектов которые уже получили стартап визу если ваших проектах есть вакантные места может быть вы хотите заменить участников команды которые решили не приезжать в Испанию напишите нам контакты в описании и мы подберем для вас новых фаундеров с подходящими компетенциями именно к вашему проекту и соответственно вы сможете получить компенсацию ваших расходов на переезд и помочь людям также получить стартап визу это наши новости мы будем следить за тем как будут развиваться события мы держим руку на пульсе в сообществе стартап виза испания практически в режиме онлайн поступает информация о любых изменениях в процессе получения стартап виза поэтому пишите нам и мы поможем вам переехать в испанию до встречи спасибо всем пока